Ребят, всем привет! Сегодня чай с банки, самая претенциозная тема на нашем ютубе, как я считаю. И сегодняшний разговор будет, я думаю, он должен быть всем важен, всем, кто хочет быть счастливым. Потому что это, наверное, одна из основных тем, которая меня интересует, потому что если мы все будем счастливыми, то это будет прямо, ну, а что нам еще нужно? Нам по факту не нужно там вот этого, знаете, всяких разных вещей, о которых сейчас пойдет разговор. Нам нужно быть счастливыми, поэтому бальзамчик под названием, ну-ка сфокусируемся, золотой олень Алтая не хочет фокусироваться. О, ребята, над названием не смейтесь, бальзамчик, ну, говорят, что имеет накопительное явление, я уже вторую бутылочку выпиваю, не знаю, помогает, не помогает, но я его пью, пускай будет. Поэтому две чайных ложечки на большой стаканчик чая или одну столовую и зашибись. Счастье, вы знаете, в чем самая главная проблема счастья? И у кого счастья точно никогда не будет? У того, кому нужны причины для этого счастья. Кстати, орешки, ну-ка, о, видите? Мы же все делаем из хороших побуждений, да? Мы же, для чего мы употребляем бухло? Для чего мы употребляем наркотики? И всякое там разную шпеку и прочее, и сыпучий. Для того, чтобы нам было хорошо. Ведь не для того, чтобы нам было плохо, а для того, чтобы нам было хорошо. Да, но результат, мы сами знаем, результат, конечно, плачевный. Но мы хотим, чтобы нам было хорошо. Мы ходим на работу, чтобы нам было хорошо. Мы что-то там, я не знаю, занимаемся кучей всякого геморроя, чтобы нам было хорошо. А хорошо ли нам орешки с медом? В основном нам нехорошо. И причем, ведь все это знают. Ты водку пьешь для того, чтобы тебе было хорошо. И пиво ты пьешь, чтобы тебе было хорошо. Когда ты покупаешь бухло, идешь там куда-нибудь в пятерочку, в магнит, ты хочешь, чтобы тебе было хорошо. Ты туда можешь идти по разным причинам. Потому что тебе сейчас плохо. А может потому что тебе прямо хорошо, и ты хочешь, чтобы было еще лучше. То есть, как бы тебе хорошо не было, ты хочешь, чтобы тебе было еще лучше. Когда тебе плохо, то само собой, ты хочешь, чтобы тебе было хорошо. Вот так вот. Да, мы все так устроены. И результат всего этого ноль. Понимаете, в чем парадокс ситуации. Мы хотим, чтобы нам было хорошо, а никому не хорошо. Не от того, что мы идем в магазин за бухлом. Не от того, что мы берем там всякое разное, чтобы было хорошо. Да? А хорошо не становится. Возможно, иллюзия хорошо, на каком-то там минутно как-то возникает. Хорошо не становится. И даже вот если говорить не про вот эти вот всякие негативные моменты, как бухло, наркота, сигареты. Сигареты мы тоже курим, да? Чтобы там привычка, желание, как-то нервишки чуть-чуть. Там что-то надо успокоиться, покурить, как бы типа, да? Чтобы нам было хорошо. Вы знаете, нам хочется, чтобы нам было хорошо. Но всегда хорошо где-то там, в будущем. Сейчас хорошо, но вот только самым простым методом, да, это вот взять чего-нибудь там, что нам дает искусственное хорошо. Но это не хорошо. Каждый из вас знает, каждый из вас бухал, что-то употреблял. Хорошо не было. Возможно, я еще раз повторюсь, минутно как-то хорошо, а потом ни хрена не хорошо. Как быть счастливым? Человек, существо ненасытное. Ты дай вот нищеброду в сторисе, в инстаграме, я говорил. Кстати, подпишитесь на мой инстаграм, по ссылке в описании есть. Я там тоже на вопросы на всякие отвечаю. В сторисе пилю, смотрите, каждый день. Дай нищеброду зарплату в 100 тысяч рублей. Вот там люди живут в каких-то городах, где зарплаты по 25 косарей. Дай ему в 4 раза больше 100 тысяч. Что будет через год? Он уже будет как-то, ну, первый месяц, второй, это будет прям как эйфория. Типа бабло наконец-то появилось. Я могу купить поесть. Даже одежду какую-то смогу купить. Закрою там свои долги. Там уже по коммуналке накопилось за квартиру. Ну, там, на все, все, через год уже, уже будет как-то, да, уже как бы на эти деньги домик-то, конечно, не построишь, наверное. Лучше бы, ну, хотя бы 150 было, 200 что ли, да, вот так вот начнется. Уже там куда-нибудь в Америку не слетаешь, потому что, ну, как бы это придется копить или кредит брать, его отдавать. То есть денег уже не хватает. Ладно, как-то так долго получилось у меня в это вступление, но мне нужно было это сказать, потому что я хочу подвести к тому, что для того, чтобы быть счастливым, мы, люди, ищем причины. То есть, понимаете, нам нужны причины для радости и причины для счастья. Мы вот просто вот так вот, сидя с банкой чая, никто счастливым не сможет быть. Может, только я? Еще парочка человек, кто смотрит этот ролик, а? Я для себя понял, не знаю, как, я думаю, что мы с вами наверняка примерно одинаково мыслим. Я для себя понял, что если искать причины для счастья, я всю жизнь ищу причины для счастья, а счастье так и не приходит. Ну, когда ты ищешь причины. Оно может быть как-то внезапно, или когда какое-то просветление приходит, какое-нибудь, как, знаете, там, как-то под грибами бывало, приходы полного осознания всего, всей сущности. Вот если потрезвяне такое пришло, и ты понял, что да, счастье, оно такое, оно простое. В нем нету никакой, я не знаю, какой-то сказочности такой, волшебства такого, какого-то вот кривого волшебства, что нужно три раза подпрыгнуть, два раза плюнуть, пробормотать, трах тебе дох, тебе дох. И вот тут ты станешь счастливым. Ничего не надо. Нам для счастья реально ничего не надо. Я думаю, что кто-то из вас все-таки это прекрасно понимает. А в основном ведь мысли такие, я буду рад, когда у меня будет там большая зарплата. Или вот я выплачу ипотеку и все. Или там выйду на пенсию и все. Вот тогда я расслаблю булки, да, уже мне на все насрать, и я буду счастливым. Если так мыслить, все, никогда этого не будет. Нет, ты когда-нибудь выйдешь на пенсию, когда-нибудь свою ипотеку выплатишь, там, еще что-нибудь, детей вырастешь, и они уедут, наверное. Хотя, знаешь, вот так вот о своих планах, ну вы знаете, да, хочешь рассмешить Господа Бога, расскажи ему о своих планах. Вот вам расскажу вот насчет планов, историю про своих, про последние две своих машины. Я купил себе X5 E53, ну вы знаете, да, и мне почти все, 90% людей говорили, что не надо. Это херня, это он будет из тебя тянуть деньги, он будет ломаться, он тебя поставит на колени, ты будешь все свои деньги на него тратить. Проездил я ненам 4 месяца, и, вы знаете, он, конечно, там требовал каких-то денег, но... Эта машина меня только радовала. Она мне не мешала жить даже с расходом 20 литров на сотку. Потому что по трассе он ест десятку. Для такого автомобиля 10 литров по трассе это ничто. Ну зимой хорошо 12. Я не так уж часто езжу. И у меня пробеги небольшие. И вот я решил ради интереса взять автомобиль поэкономичнее. Ну так получилось, то есть я не искал прямо экономичный автомобиль, но я на эту тему задумывался. И я хотел попробовать дизель. И вот Мэрс Ешка 211, дизель 2.2. Купил. Интересно было попробовать. Вообще хотелось на дизеле на легковом покататься. И я разочарован. Просто вообще капец. Хотя вот когда я об этом сообщил аудитории, ролик снял, очень много комментариев в личку в инстаграме тоже мне писали. Саня, молодец, отличная тачка, денег тянуть не будет. И все. Я говорю, вчера, я когда купил, заправился на 1000 рублей, загорелась лампочка. Я докатал, как загорелась лампочка. Залил на 1000 рублей 20 литров соляры. Ровно 100 километров проехал, загорелась лампочка. Косарь, как и в X5, то же самое. 20 литров. Возможно, с мотором что-то. Ну, то есть, суть в том, что судьбу не обманешь. Не надо искать какие-то вот такие ходы. Надо делать, во-первых, только то, что тебе нравится и как ты хочешь. И не слушать нахер вообще никого. Никогда. Только тогда будут правильные шаги. К чему это я, кстати? К тому, что наши планы, это наши планы. А то, как оно будет в реальной жизни, мы не знаем. Потому что в любой момент может произойти все, что угодно. Если ты думаешь, что ты выплатишь ипотеку, и тогда ты заживешь счастливо, ты выйдешь на пенсию, или вырастешь детей, или ты закроешь какой-то кредит, закроешь университет, или, я не знаю, что-то вот ты такое сделаешь, что тебе как будто бы развяжет руки и сделает тебя счастливым. Нет. Этого не произойдет. Вы знаете, даже когда я дембельнулся из армии, я вышел из части. Иду, и я удивился. Внутри меня ничего не происходило. Я думал, что когда я дембельнусь, это будет все. Это будет с этого момента, с этой секунды, начнется просто райская, самая счастливая в мире жизнь. Нет. Этого не произошло. Была обычная жизнь. Пошла обычная жизнь. Никакого счастья не случилось. Поэтому счастье ждать бесполезно. Никогда не дождешься. Никогда. Ни при помощи всех этих стимуляторов, препаратов, бухла и прочего, тем более, никакого счастья не будет. При наличии самой красивой девушки в мире, никакого счастья не будет. Потому что, трахнув ее 50 раз, она для тебя станет таким же обычным человеком, как и все остальные. И какая зарплата бы у тебя не была, она через какое-то время станет обычной зарплатой. Все будет обычным. Поэтому причин счастья быть не должно. И счастье ждать бессмысленно. Хочешь быть счастливым, как говорится, будь им. Можно им стать именно только сейчас. Вне зависимости от того, в какой ты ситуации. Я, конечно, не говорю про всякий экстрим, когда там, не дай бог, там что-то ужасное в жизни. Тут уже другие вопросы стоят. Но я сейчас говорю про обычную жизнь. Хочешь быть счастливым, будь им. А как быть счастливым? Смотри ролики на этом канале. Потому что я, наверное, в каждом видео об этом говорю. Но если вкратце, вот если вкратце, вот ты действительно не знаешь, как почувствовать счастье, во-первых, не надо думать, что счастье это какое-то эйфоричное состояние, как на какой-то картинке из интернета, где на каком-то берегу океана солнышко, и ты там стоишь с улыбочкой на лице. В этот момент, конечно, счастье, я уверен, должно быть офигенное. Но, когда ты окажешься в этот момент, вполне возможно, знаешь, всякая может быть фигня, что фоном может произойти, не то, что будет тебе мешать, там, кайфовать от жизни. Например, вдруг придет сообщение, что тебя увольняют с работы. Или, не дай бог, что-то случилось с близким человеком. Или вот какая-то вот фигня. Или что там, ты поехал, а тебе там поцарапали машину. Ну, вот может произойти, понимаешь? Вот когда ты рассчитываешь на то, что все будет круто, зачастую жизнь для того, чтобы сделать тебя чуточку умнее, тебя немножечко предоставляет тебе некий урок. было с вами такое? Это было с каждым. С каждым из нас. И это все сделано для того, чтобы ты понял всю суть. А суть проста. Счастливым, радостным, спокойным, легким, кайфовым тебе нужно быть именно сейчас без всяких причин. Все. Недавно один знакомый парень умер. 42 года, по-моему, ему было. Мой ровесник. Ну, на год младше, да? Не важно. Поплохело на работе. Привезли домой. Вроде бы он сам попросил. Надо было, конечно, в больницу ехать. Но тут как получилось, так и получилось. В больницу его все-таки повезли. Вызвали скорую вроде, или так отвезли. Прямо там, в больнице, что-то там, короче, то ли не успели, не уследили, не знаю, или просто вот оно так случилось, тромб оторвался, или что-то, в общем, что-то с сердцем. Ну, все. Парня нет. Вот так вот неожиданно. В таком возрасте 42 года еще, он бы, может быть, наверное, еще столько же прожил бы. Вероятность есть этого, и очень большая. Ну, была, то есть. Что-то вот случилось. Откуда ты знаешь, что с тобой не произойдет то же самое? Не дай бог, конечно. Ну, понятно, что это, ну, вероятность, что это случится, но она действительно не особо-то большая. Сколько сейчас вот таких вот 42-летних парней? Очень много. Вот с кем-то, ну, с кем-то случилось, с кем-то не случилось. Большая часть людей живет. Кто дожил до этого возраста, они живут, большая часть, да? Но, опять же, я говорю про то, что в любой момент может произойти все, что угодно. И я не к тому, что надо чего-то бояться, что вот я завтра умру. Нет, не надо этого бояться. Я к тому, опять же, к тому, что жизнь, она меняется, вне зависимости от того, как мы хотим, что мы хотим, и что будет. Поэтому, ребята, у нас просто нету выбора. Для того, чтобы жить зашибись, нужно жить зашибись без причин и обстоятельств. Тебе не нужен дом на берегу моря, чтобы чувствовать себя счастливым. Может, у тебя этого дома никогда не будет. И что, и все? И теперь ты всю жизнь проживешь несчастным, и перед смертью тебе будет, ой, как горько. Поэтому, друзья, не надо бухать, не надо употреблять наркотики, не надо себя как-то вот изводить тем, что идти к какой-то радости вот таким вот путем, который нам вот сказали, что надо хорошо зарабатывать, тогда у тебя все будет хорошо. Я не против хорошего заработка, я наоборот за хороший заработок. Но заработок и счастье на самом деле не особо-то сильно зависят друг от друга. Поэтому, дружище, будь счастлив и научись быть счастливым без всего. Это единственный способ прожить жизнь клево. Без всего. Ну, то есть, опять же, повторюсь, чтобы не было каких-то тупых вот этих вот комментариев. Кто-то поймет сейчас все с точностью, да наоборот. Я не отрицаю заработок, не отрицаю дома у моря. Вот это все я не отрицаю. Наоборот, это классно. Но счастливым надо быть и без этого. Вот такое вот мое мнение. Если согласен, напиши об этом в комментариях. Если не согласен, тем более. Напиши комментарий, поставь лайк этому ролику и подпишись на канал. Потому что на этом канале собираются люди, которым хочется понять жизнь, как и мне, и жить в кайф. Поэтому смотри мои ролики желательно по два раза. Поэтому поставь на просмотр еще раз. Сделай потише, чтобы не мешало у себя на телефоне. Отложи, пускай пройдет просмотр. Этим самым ты меня поддержишь. Спасибо тебе большое. Подпишись, говорю тебе еще раз. Все, ребят, пока. Субтитры сделал DimaTorzok